приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все время вот думаю записываете ролики и много писания читаем проповеди говорим я все время думаю неужели мы настолько безумны столько тысяч лет живем на этой земле всем доступна истина благая весть и надо вообще доказывать что бог есть любовь все песни все сказки вся мудрость мира всегда говорит об одном центром мироздания является любовь она источник всякого дела она и поддерживает это дело в процессе она является конечной целью благо ближнего казалось бы безумием доказывать что любовь это смысл жизни любовь это все что у любви нет никаких границ что все что мы когда жалуемся мы все задумываемся на что мы жалуемся все время что нас не любит что кругом зло даже самый злодей обычно возмущается если что где-то что-то плохо на самом деле он взмущает что там нет любви 21 век все доступно знаете мы не верим что бог есть любовь до сих пор даже христиане только потому что у нас нет примера и казалось бы 2000 лет тому назад бог явился во плоти чтобы убедить людей в то что он и есть любовь что сущность его абсолютно благая неизменная хотя при этом он свободен творить зло но никогда его не делает потому что потому что он любит потому что он любовь 2000 лет прошло евангелие доступно а мы все еще пытаемся понять кто ж такой бог читаем апостола павла верим в диванную веру спасение по вере а жалимся только на дно меня там обидели меня здесь оскорбили меня здесь унизили и сами ничего не достигаем сколько думаю об этом столько поражаюсь неужели так так сложно это принять открыв глаза пошире посмотреть на мир на свою жизнь что ты жаждешь чтоб все тебя любили дети родители друзья люди посторонние на дороге на пути твоей жизни сослуживцы даже враги чтобы тебя их не было нас есть евангелие бог явился в плоти и показал сколько прощать раз спрашивает его ученик петр он говорит до семидишь не говорю тебе до семи ли раз петр говорит иисус ему отвечает не говорю тебе до семи но до семидишь ти семидесяти семи что символьно конечно же обозначает бесконечность неужели мы настолько безумные и слепы что не видим что бог есть любовь он никого не наказывает никого не прощает он любовь а любовь немыслимы без свободы человек свободен творить все что он захочет и он сам пожинает плоды своей жизни любовь она не нарушает свободы ближнего она и не ущемляет не порабощает не давлеет не господствует над близним любовь она позволяет быть человеку таким объекту своей любви каким он хочет но если он будет не любовь он сам будет страдать он сам не любит и он несчастлив естественно никто не будет любить зло и он снова будет несчастлив он любит он счастлив и любит его две тысячи лет и все одно и то же зачем бог приходил вы знаете меня утешает в этой ситуации только одно что я что бог пришел для меня и я узрел эту любовь познал ее и могу совершенствоваться в ней от чего сам счастлив от одного только познание а дела еще больше достигают делами вера моя моя жизнь моя смысл моя внутренность еще большего счастья еще большего совершенства так легко это и понятно нужно ли какие-то книги чтобы понять это нет нужно ли какие-то тайные знания нет голос бога с небес нет иные языки пророчества откровения нет высшее образование нет много денег с тем более нет что нужно чтобы это понять да ничего любовь это природа человека он либо признает это и живет согласно ней либо он отрицает и сам страдает казалось бы что проще бог недалеко от нас а в каждом из нас видимо видимо мир будет лежать возле до самого второго пришествия и еще тысячи лет пока и христос будет царствовать ибо мы видим что и в конце его царствования многие будут восставать на господа люди безумны такая простая банальная истина твори добро любовь она проявляется в делах иисус был богом явившись им во плоти никто мог никто не мог к нему прикоснуться никто не мог лишить его жизни мы видим какую силу обладал он силой бога ничего не было ему не подвластного ни мир темных духов ни природы не даже люди он мог скрутить в бараний рог любого кто хотел бы к нему прикоснуться но свое время чтобы объявить нам этот пример жертвенной любви он действительно отдал даже свою жизнь не просто здоровье не просто тело самая жизнь на мучительную ужаснейшую казнь причем не одну сначала бичевание потом распятие люди думали что они пригвоздили его посредством железячек нет ему кричали безумные слепые люди если ты сын божий садись креста и он бы и не был на нем если в нем не полыхала это любовь и держал на кресте его конечно же не гвозди а сама это любовь к человеку чтобы дать нам пример чтобы просвещенных и уже не было оправдания дано ему не нужно они влюбляются в истину влюбляются в любовь и делают все чтобы жить согласии с ней а безумец и слепой никогда этого не увидит халявщик лентяй телесные духовный он найдет себе тысячу оправданий праведности по вере и прочие ерунды полюбить ближнего сделать доброе дело не всю жизнь свою на это положить это не наша религия это не наша вера это пусть делают другие а я а я спасен его кровью его его жертвы его усилиями а я посижу у него на шейке печально конечно но я говорю если бы у меня не было личного свидетельства что я это узрел что я брел полноту счастья радости в самом себе конечно в мире лежащим возле тяжело всегда улыбаться и радоваться виде это вы помните сам иисус не раз плакал на этой земле помните как он на ослике ехал в иерусалим и даже прослезился иерусалим иерусалим побивающих пророков и посланных тебе как хотел я собрать тебе как орел собирает птенцов подкрыли свои но вы не захотели жалко что люди не могут принять это любви не хотят в основной массе потому мы живем в аду а приняли бы мир бы стал намного светлее любите друг друга и и Продолжение следует...